146 спортсменов из Украины, Белоруссии, Молдовы и впервые команда из Германии приняли участие в 11 турнире памяти выдающегося словуческого тренера Геннадия Родионовича Кима. 29 финальных поединков прошли в последний день турнира и в них приняли участие спортсмены от 10 лет до 17. Первый бой в финале состоялся между Романом Маркаряном, Житомирской областью он в красном углу и Репеко Максимом, при Луке он в синем углу. Достаточно яркий и интересный поединок, задал тон всему финалу. Победу одержал Роман Маркарян. То есть ты понимал, что с первого раунда победишь, да? Ну, где-то так. Где-то так, да? Наверное, когда был первый нокдаун, да? Да, я думаю, и так. А четвертым был финал без участия украинских боксеров. В финале встретились Гроссу Владислав из Молдовы и Балка Даниэль из Германии. Вообще, участие сборной Германии добавило эмоций в турнир. Во время выступления своих одноклубников практически все время звучали голоса поддержки, причем иногда хором. А в ответ и наши спортсмены стали поддерживать свои команды. Немецкая команда получила на турнире кубок и благодарность от организаторов. Ну, как турнир? Понравился вообще? Да, очень. Очень понравилось. В следующем году приедете? Приедете. Обязательно? Обязательно. Ну, все, удачи. А победил в этом бою Балка Даниэль из Германии. Самым техничным боксером турнира был назван Андрейченко Даниэль из Чернигово. Он действительно провел очень грамотно все свои бои. Даже не похоже о том, что это молодой боксер. Балка Даниэль из Чернигово. Мы пообщались, но оказалось, что он не многословен. И всю энергию он отдает на ринге. Так мы у него спросили, а он знал, что будет претендовать на звание лучшего технического боксера турнира? Не знал, конечно, но старался. Старался? Да. А кто твой кумир в боксе сейчас? Наверное, Усик. Наверное, Усик, да? Как ты думаешь, он перейдет в тяжелый вес? Супер тяжелый. Да, в супер тяжелый, да. Мне кажется, еще рановато. Еще рановато. То есть ты предлагаешь Усику подождать, пока ты подрастешь, чтобы с ним встретиться, да? Что касается пятерых боксеров Иславутича, вышедших в финал, то победу одержали трое. Что, кстати, говорит и о силе турнира. Хозяева побеждают не всегда. Максим Щукин Иславутича был фаворитом среди юниоров 2003-2004 годов рождения и начал финал достаточно неплохо, но... По сумме трех раундов Максим проиграл Кобельчаку Андрею. Из Киевской области. Среди юношей 2007-2008 годов рождения свой финал проиграл и Ткаченко Данила из Славутича. А вот остальные трое участников финала Иславутича победили, но в начале слова главному суде соревнования. Ну, турнир на Славу прошел, и все уехали живы, здоровы, и победы определили правильно, значит, все довольны, все хорошо. Как к вам немецкая команда такая, единая, мощная? Немецкая команда мощная, у них 4, уже было 5 победителя у них, 4 победителя. 4 победителя, да. 4 победителя, хорошая команда, видно, хорошо тактически, технически подготовленная, уверенно, волевая команда. Кто-то из боксеров вас удивил, возможно, из Чернигово, из других городов? Ну, я скажу, что Чернигово мне удивил один боксер, это Андрей Ченко Данила, он рожден кубком, как за тактику и техническую мастерскую обучительную. Он провел прекрасный два боя, его выиграл, то есть мы ему дали кубок, как лучшему спортсмену, так и техническую. Хорошо, в следующем году у нас главное судья не изменишь? Ну, наверное, нет, если бы он жив и здоровый, я уже 11 лет здесь. И дело в том, что Геннадий Родионович был моим другом, он остается, я дружусь с его детьми сейчас в данный момент, то есть постоянно мы общаемся, созваниваемся, так что я очень доволен, что я здесь главный судья, я доволен, что все так хорошо проходит. Так уж получилось, что слоутические боксеры выступали в финальной части этого дня. Сначала Олег Троценко, он в красном углу, выиграл у Полюка Арсения из Херсона. Затем Ефим Кудрин, он тоже в красном углу, победил Марченко Данила из Киевской области. Победу одержал спортсмен в красном углу, Ефим Кудрин. А в последнем бою турнира встретились Трухан Ростислав Славутич и Гроник Майкл, Германия. Весьма символично, кстати. И так у Славутичан три золотые медали и две серебряные. Итоги трехдневного турнира подводит заслуженный тренер Украины Игорь Глушенко. Все получилось. Не рассчитали только много желающих. Приехало, чтобы тяжеловато 150 участников. Вот так турнир, уровень растет с каждым годом. Хорошие бои. Хочу сказать спасибо мэру нашему Кумичеву Юрию Кирилловичу за помощь в организации турнира. Также много частных предпринимателей нам помогали. Как твои спортсмены выступили? Я так понимаю, к сожалению, не все стали победителями, да? Или в принципе это было достойное сражение в финале? Нет, хорошо боксировали. Хорошо боксировали. Да, уровень турнира уже серьезный. Поэтому не обязательно побеждать. Главное... Надо боксировать. Надо боксировать. Приезжают хорошие боксеры. В этом году команда Германии к нам приехала. Что-то о них можно сказать? Сильные ребята были вообще? Хорошие боксеры у них тоже, да. Собираемся в апреле месяце к ним поехать с ответным визитом. Они нас приглашают на сбор. И там будет турнир потом два дня. И, безусловно, отдельное спасибо спонсорам турнира. А их в этот раз было достаточно много. Отдел молодежи и спорта из полкома Славутического городского совета. Наэк Энергоатом, ТОФ, Наше Тепло, ТОФ, Диора, ТОФ, Бут Энергомонтаж, ТОФ, Антранс, Союз ветеранов АТО, боксерский клуб Гранд, КП УФКСТ, КДС США, город Славутич, ТОФ, Гранд Сервис, ТОФ, Полимер Славутич, ТОФ, Инновоэстик, ТОФ, Оберег, ПП, Славбут Транс, ФОП, Виталия Бережнова, ФОП, Виктор Яковяк, ФОП, Василь Фещенков, ФОП, Анатолий Глаченко, Киевская областная федерация бокса. ВП, ВКФ, Промкомплект, Такси Барбос, ФОП, Арефьева и ресторан Старый Таллинг. А еще мы поинтересовались... Следующий турнир, 12-й будет? Я думаю, да.